Меня всегда удивляло, откуда в Москве днем так много народа в метро. И я еду в Воронеж. Теперь на вот этой вот детке я поеду. Где-то тут должен быть первый вагон, и я буду где-то снизу, около окошка. Тот момент, когда берешь место в первом вагоне, который находится в аж вон хрен знает где. Жесть. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас в поезде федеральной пассажирской компании. Еще три часа. Что делать? Я порисовала, посмотрела сериал, потупила. Еще мне здесь просто неудобно. Вот эта пень слишком не загадана для меня. Хоть я и помещаю, благодаря своему росту. Моя кресло спокойно, но даже поспать не могу. Итог. Воронежский вокзал. Шесть плен часов мучения и... Сегодня максимально снежный, куча машинок ездит, снегоуборочных, которые хотят тебя задавить или окатить снегом. Вот. Идем на прогулку, смотрим, что там, что на набережной. Все здания здесь типичные, обычные, ничего интересного, так сказать, нет. Но есть более такие советские красные постройки, похожие на заводы. Но их тут не очень много. Какая-то циркуля. А вот там... Вода! Это Успенский адмирал... Адмиралтский храм. Вот там Адмиралтейская площадь. А вот там кораблик. Этот корабль похож просто тупо на модельку. Сборную. Ангелочек! Фокусы. Из-за того, что второй день валит снег, просто дичайшие пробки на дорогах. И очень-очень много снега. Главное, доступ к примечательности. Привет, кот! Я искала половину дороги голубей, чтобы их покормить. В итоге они все здесь... Ааа! Йоу! Воскресенская церковь. И Есенинская аллея. Что-то аллея вообще не очень. Пойдем посмотрим, что там дальше. А здесь что-то поприкольнее. Там стоят какие-то треугольные штуки. И дедушка, которому слетелись голуби. Еще одна церквуля. Она даже открыта. Но зная мою реакцию организма, падание в оморок, спотыкание порожки, вот это все, я туда, конечно же, не пойду. Я пойду оон туда вот вниз. Еще, в принципе, один насущный вопрос. Почему все спуски к набережным такие прям жестокие? Я прям боюсь соскользнуть. Церковь Богоявления выглядит очень-очень круто, очень старо. Прям вот максимально. Я решила дойти до речки снова, но что-то у меня как-то не сдалось. Я иду по какой-то непонятной дороге, где куча машин, нет людей. И, в принципе, я не знаю особо, где я. Зато тут есть вот какая-то старая постройка с прикольной граффити. И немного фоток с набережной. Там человек! Человек на льду! Мужик, живи! Ты что там делаешь вообще? Если вы когда-нибудь придете на этот рынок за сувенирами, не ведитесь, их там нет. Я никогда не думала, что мне придется в жизни ножом переворачивать блины. Как по мне, в Воронеж стоит приехать только на 1-2 дня, потому что смотреть, кроме набережной и нескольких церквей, особо не на что. А еще мне очень повезло, что несколько дней шел снег, поэтому хоть где-то я застала отличную зиму. Ура! Домой! Осталось найти свой вагон. Он, по-моему, первый. Если умирается с головы, то где-то там. Если нет, то где-то там. Кто в их выборе мест? Я в их выборе мест. Кто поедет спиной? Я поедет спиной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...